привет друзья электрик на канале сегодня займемся рудием вот у меня есть руди из предыдущего видео где мы его оставляли цинком этот осадок у нас промытый разбавленный царской водкой потому что царская водка у нас вроде не растворяет как и другие кислоты будем его растворять в расплавленных солях этот такой метод используя период сульфатом калия единственный чем можно скажем вроде и расплавить по прямому при этом у нас период сульфат калия плавится при 180 градусов тигри и и в таком виде у нас есть возможность получить добавленную соль воде и калия которые растворяются в воде и у нас получается раствор желтого цвета вот для этого скажем расплавим мы это соль и будем помаленьку добавить воде посмотрим что у нас там случится нет здесь очень трудно с плавением температура в тигель контактное место маленькая не и все весь тепло тепло отражается и вот получилась одна сторона но немножко горячий вот у нас есть расплавленное вещество и посмотрим как это все будет происходить немножко немножко вроде вы их такой черния туда сначала ну чтоб посмотреть будет ли вообще что-то такое и как это будет взаимодействовать так вот у нас есть какая-то активность немножко бузыри пошли увидим маленькую такую краску коричневого красного да есть активность вот значит все у нас прекрасно реагирует при этом сколько надо пиросульфата я не знаю это надо будет тестить при этом надо очень проверить можно ли использовать никелевые стаканы потому что там можно греть очень серьезно и не боясь что там что-то лупнет треснуто и посмотреть потому что метод интересный потому что вот эта соль строится воде и скажем она может быть пригодна для покрытия родием серебра электролизом вот такая у нас появилась краска реакция идет шустро видимо родия засыпал и слишком много и реакция такая видно что там немножко немножко есть нерастворимые частицы ну но это эксперимент у нас главная проверка и в дальнейшнем будем это делать совсем по другому другом масштабе чтобы получить раствор это и вещь вещество и будем тестить другой метод растворится вроде это когда его надо сплавить с другими металлами свинец кадмий не извините бисмут и медь металлы который же строится в азотной кислоте видим есть у нас такой желтый такой цвет и внизу есть какие-то кристаллы черные попробуем его воде растворить погреем холодной вряд ли и представьте что у вас есть в электронике какой-то роди и он обычно осаждают фильтры либо в осадках но в общем вы его не видите а цена у него очень зверская он иногда очень таких интересных термопаров которые выдерживают выше 1000 градусов находится и если у вас есть роди осажденные например из царской водки цинком вот этот родий больше не растворяется и сожжить его нужно прокипятить в разбавленной царской водкой и он будет очень чистый металл чтобы его повторно растворить его надо сплавить огромное такое количество свинца либо меди и потом этот сплав растворится в азотке и у нас у вас останется родевая чернь вот эта чернь будет очень мелкая потому что зависимость растворения родия зависит от его степени раздробления вот сплавы с платины и вообще никак не растворяется ни в чем вот и после растворения там свинца у вас цвета чернь родевая тюкова растворится царской водки и вот если скажем вроде и раствора осаждается из раствора химическим способом он получается губчатой формы которые легко растворяется в других кислотах но как только вы эту губку прокалите до красна все он больше не растворяется в царской водки видимо у нас получился ельного то желтые растворы ну это зеленый цвет говорит что присутствует какие-то окись роде я потому что при сплавке роде и он пенится металл начинает вы сбрызгаться это начале видео можно было наблюдать и после охлаждения у него образуется пленка голубая зеленая разные пленки образуется оксиды вот мы получили вот не желтенький раствор значит метод рабочий и нам надо будет изучать свойства этого раствора по книгам сказано что добавление соляной кислоты в этот раствор должно поменять цвет из желтого немножко в сторону красного но это тоже мы проверим сначала посмотрим как можно растворить например родий осажденный цинком повторно в царской водки для этого у меня есть специально сделанные соляная кислота под холодом насыщенная хлороводородом до процентов 38 и азотная кислота 96 процентов и скажем так вот такую сильную царскую водку которая буквально кипит при 45 градусов целся вроде каталитический разлагает мы будем наблюдать что у нас есть реакции как бы растворения но это просто есть разрушение царской водки поэтому металлоплатиновые группы работает как катализатор они могут разные спирты превышать другие вещества и что только не делать вот мы видим у меня есть красная дымящая азотная кислота у меня есть видео на канале где показано как можно ее сотворить она очень такая жуткая редкое вещество и хранить его опасно скажем так она мне хранится в таком месте где ну если что там ничего страшного но она имеет немножко взрыв взрыв опасные свойства на плитку и будем понемножку нагревать она сразу начинает кипеть потому что надо там буквально 50 градусов и и уже все понеслось при этом мы расскажем у нас кажется что раствор такой ворачивая но это просто царская водка настолько сумасшедшая концентрированная что она стала сразу как морковный сок и при этом этот раствор и я буду греть минут десять пока буквально весь вот этот раствор досуг они не выпариться и посмотрим сколько у нас удастся растворить роде мы хотим делать кларид роде чтобы попытаться осадить химическим способом для освещения роде я перебрал разные информации были на разные методы ну там по хидридом но это не интересно потому что у вас борон закрепиться внутри роде и вы оттуда бурон никогда не вытащите никаким случаем будет бурон в оболочке роде этот метод просто не гонится метод например синистым водородом ядовитым тоже имеет свойства но там сульфиды роде появляется так немножко у нас и удалось получить с красный цвет так что эксперимент у нас будет это только надо слить и пусть постоит чтобы у нас не было осадка что понять можем мы осадить методом химическим вроде здесь тоже оставит остается там внизу есть видите какой синий вот здесь только окись роде синего цвета вот этот окись синего цвета очень легко растворяется в кислотах так вы парили мы царскую водку вот полностью досугой сейчас надо добавить соляную кислоту чтобы все у нас растворилось немножко есть такой цвет хорошенький вот это будем тестить переливаем пробирку чтобы получить хотя бы чистый такой раствор без металлического вроде метод осаждением серводородом ядовитым я хотел это делать но скажем аппарат с серой и парафином мне не удалось сделать и я поэтому метод просто не хотел даже пробовать потом я нашел в книге метод очень древние осаждения в муравьинной кислотой так как все пробовали муравьинной кислотой там просто есть нужен катализатор обычный катализатор для платины и палладия здесь не подходит катализатором мы надеваем например форме от натрия такие вот скажем пусть в этом случае я буду использовать ацетат аммуния это очень интересный буфер для скажем двух валентных трех валентных солей мы немножко вот сделали чистый раствор воде вот это есть осадок и посмотрим как же у нас эта реакция будет в книге это описано довольно шустро но скажем какие-то весовые и объемные работы я не проводил немножко зальем вот этого раствора татата аммония но он очень разбавленный потому что я его тел из обычного пищевого такого винегара посмотрели все размешалось как бы все нормально и будем приступать к восстановлению надо сейчас прибавить муравьинную кислоту концентрированную ну сколько она там 8 процентов и будем нагревать скажем делаю это полностью первый раз поэтому даже не знаю получится не получится ну если не получится будем пробовать так чтобы получилось видим ничего у нас не произошло цвет поменялся потому что мы получается немножко разбавили основной раствор ну и сейчас как бы попробую даже в самой при пробирке его подогреть горелкой и посмотрим что и как вроде этот металл который очень хитрый мистический очень дорогой по бирже сумасшедший потому что видимо он пропадает обычные люди которые финажем занимается они его не не ловит не сумеете его поймать и в основе автомобильной индустрии он тоже катализаторы есть его оттуда тоже очень надо уметь выловить потому что вроде не растворяется царской водки так вот видим раствор начал кипеть и даже цвет у нас не поменялся залил я его в стакане и думал надо немножко подольше погреть немножко пить покипятили и тоже абсолютно никакой реакции подумал надо что-то добавить больше и началось просто добавлением ацетааммония вот раствор немножко остыл реакции нету вот только я его поставил на плитку он как раз закипел и произошло чудо у нас раствор стал темнеть и вот впервые на канале youtube а я думаю но в общем нет и я сам увидел могу вам показать как можно легко довести ротик до абсолютной частоты и осадить в виде губчатой формы которые потом очень легко растворить опять повторной царской водки и там уже можно формироваться разные комплексные соединения для покрывания серебра ротим для защиты от коррозии мы этим я думаю еще буду заниматься не интересует вот это вот сплавленная соль вроде как что с ней произойдет мы потом посмотрим на свету то есть что-то не то есть а ну вот есть классический очистки губка орудия и рестор походу тоже будет прозрачный и светлый и все будет хорошо пробирки с расплавленным воде вам соединение мне добавил соляную кислоту ну и очень немножко немножко цвет поменялся стало скажем такой интересный такой не желтая такой историю немножко у розового вот такой красавец томас отки тоже это производится но я думаю это просто очень разные оксиды и роте покажите другими роде эта тема будущего цена очень большая спасибо всем просмотр спасибо